Йоу, привет, чуваки, с вами Стэн Лютер, это новая серия Пути к Бугате. Друзья, в прошлой серии я купил этот Нобель, и как вы помните, он мне обошелся, грубо говоря, в 11 миллионов рублей. И, казалось бы, эта цена не очень большая, давайте я вам покажу ПТС. Госстоимость 25 миллионов рублей, ноль износа, и все вот в этом духе. И, как вы знаете, по нашей логике, машина должна уходить за 12,5 миллионов рублей спокойно, спокойно, даже больше, за 15. Ну и что вы думаете, я уже второй или третий день, я уже сбился с счета, пытаюсь ее продать, и мне никто больше 10-11 за нее не предлагает. Вот этот лысый глобус, который мне ее продал, я ему такой люлякий баб дам, потому что я мог продать гелик и заработать хорошие деньги. Но нет, я вот стрял с этой машиной, е-мое, сколько здесь уже народа вокруг. Поэтому, не отчаиваемся, едем на БУ рынок. Парни, накидайте чуть-чуть ПЖ, сколько мне жалко. Но давайте на удачу накидаем 4000 рублей Владимиру. И выдвигаемся на БУ рынок, пацаны, потому что время идет, время тикает, а у меня до сих пор этот Нобель. И, кстати, друзья, как я в прошлой серии говорил, я чувствую, я чувствую, что до Бугатти осталось совсем немножко, буквально пару серий. А вот, ну, правда, этот Нобель нас прям вот сбил с толку, но все равно я буду запускать, скорее всего, новую рубрику, в которой я буду подниматься с самого нуля. Ну, не на перекупе, а в целом. Я читал ваши пожелания, что вы предлагали делать. Поэтому, друзья, в этой серии вы можете тоже в комментариях написать, что бы вы хотели видеть дальше, после того, как я дойду к Бугатти. Потому что я вижу себя в том, чтобы подниматься с нуля, ну, не просто на перекупе, а идти в организации, ментом, бандитом, чем угодно, пацаны. Очень много вариаций есть. Ну, конечно же, можно и дальше перекупом заниматься, как получится. Поэтому, пацаны, пишите, а мы пока поедем на Бу-рынок и попытаемся продать эту долбанную тачку. Так, друзья, заезжаем и ставим госстоимость 17 миллионов рублей с учетом торга. А о чем мы в самом начале заспавнились? Машин толком нету. Машин мало, тем более я еще в начале дня снимаю, пацаны. Но, несмотря на это, я надеюсь, что все будет хорошо. Давайте подойдем к машине, будем встать чисто у нее. На удивление, очень много людей спрашивают ПТС, а надеюсь, хоть один купит. Край, край 15, пишем. Они в салоне вообще есть? Есть, но она лишь одна. Че-то впервые вижу на БУ. Сколько они в салоне стоят? 25 миллионов. Че по максималке? Не замерял. 10? Не. Нет, какие 10? Даем тест-драйв Ярославу, пусть он покатается и всем здесь объяснит, что эта машина едет хорошо, нехорошо. По моим ощущениям, она едет ужасно. Но, в этом и прикол, когда все машины едут очень хорошо, а этот Нобель переднеприводный, праворукий. На переднем приводе, я не помню, сказал или нет, он ужасно водится, но это и прикольно, мне кажется. Когда вот такие все машины плюс-минус одинаковые едут, он какие-то новые эмоции дарит. Поэтому прикольно чисто так покататься, знаете, потом через недельку продать и забыть. Опа! Пацаны, мне передали 200 дегла, представляете? Спасибо большое, Фернад. Большое спасибо. А обмен не хочешь? На что? На что обмен? Обмен, обмен на новенький Porsche 911, пацаны. Неплохо, покажи ПТС. Вот, вот новая Porsche, это классная тачка и очень ликвидная. Но суть в том, сколько она стоит, я сейчас вообще не помню. У нее густоимость 18. Ну, то есть, ее продавать где-то за 9. Ну, тогда с твоей доплатой, Кристиан. Сколько? 5 лямов. 5? Многовато. Это не многовато, это маловато. Тебе 9 дают. Заткнись! 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 У меня густоимость 25 лямов, машина в одном, а эти Porsche по 8 лямов продают. Да ну, пацаны, бред. Купил гелик и купил этот Нобель, и еще хуже, сейчас обменяться на этот Porsche, это вообще, я скачусь и откачусь обратно. Это будет не до Бугатти, а путь от Бугатти. Так, смс. Привет, еще не продал Нобель? Нет, еще. Я хочу его купить, но не хватает денег. Пока дадим тест-драйв Никите. Опа, опа! Поцелуй, пацаны, чекайте. Ё-моё. А, подождите, это Агустина, не Агустина, я перепутал. У меня есть Альфор Мео Джулия, могу предложить обмен с моей доплатой. Сколько? Давай встретимся, а там уже договоримся. Так, ну я на БУ Высокого, подъезжай, там и поговорим. Хорошо, скоро буду. Край 15. Вот пока я с ней разговаривал, мне здесь пишут 100 перекупов. 8 миллионов предлагает. Каким надо быть тупым, чтобы предложить такую стоимость в полном серьезе? О, о, вот это и Алина. Пацаны, посмотрите на эту Альфа Ромео. Приветик. Привет. Не, пацаны, я даже не думал, что Альфа Ромео настолько может быть красивой. На них же винилы, оказывается, еще есть, я вообще про это забыл. Не, ну тачка очень красивая. Я реально не ожидал, что она настолько может быть красивой. У тебя очень красивая машина. Спасибо, а твоя тоже ничего. Я неделю Нобель искал, но не могла найти. Поэтому взял Альфа Ромео. Давай обменяемся ПТС. Друзья, посмотрите, очередная новая машина. Альфа Ромео, госстоимость 4 миллиона рублей. Летняя резина, все хорошо. И всего 72 километра пробега, тоже новенькая. В принципе, как и мой Нобель, даже поменьше будет. Что у нас по тюнингу рассказывай? Диски, тонировка и винил. А у тебя? У меня все сток. Полный. Хорошо. Слушай, что я готова предложить. Альфа Ромео и доплата 9 миллионов. Если Альфа Ромео стоит условно 2,5 миллиона плюс 9, это у нас выйдет 11,5. То есть я в плюсе буду где-то на 500 тысяч. Нет, это слабо, пацаны. Я не согласен. На плюс 500 тысяч надо больше. Алина, Альфа Ромео и доплата минимум 10,5 миллионов. Ого, ну это слишком. У меня всего 10 миллионов 53 тысячи. И больше у тебя нет. Нет, честно. Слушайте, я несколько дней стою с этим Нобелем. Я не хочу его продавать в минус. Нет, я его, конечно, в ноль в любой момент могу продать. Мне максимум за него 11 дают. Но я не хочу и в этом обмене, знаете, опять обмениваться, чтобы опять продавать еще какую-то машину, чтобы в ноль выйти. Поэтому если даже 10 миллионов, то это тоже неплохо. Поэтому почему бы и нет? Ну ладно, давай тогда 10 миллионов. Больше не возьму. Ну и тогда да, окей. Хорошо, поехали в нотариус. У тебя есть лишние 300 тысяч, которые ты готова заплатить за обмен? Нет. Ну тогда ты кинешь мне тачку, а потом я тебе кину. Я не готов 300 тысяч со своего кармана выкидывать на это. Давай ты первый. Алина, нет. Либо ты первая, либо нет. Бу-рынок же рядом. Короче, я тебя предупредил. Хочешь нет, не хочешь не надо. Я просто Нобель кому-то другому продам. Ладно, договорились. Заезжай. Так, ставим стоимость 20 миллионов рублей. Не, 17. Пусть как было, так и останется. А где наша Алина? Куда она делась? Она решила меня кинуть? Или она наделась, что я первый кину и она исчезнет? Пацаны, ее нигде нет. Сейчас поищем. А, вот она, вот она, вот она. Нанис побежала. Где ее машина? Моя средний класс. Поехали тогда на средний класс. Блин, ну это тогда уже я тупанул. Все, я теперь понял ее логику. Она мне предложила, чтобы я первый кинул, потому что мой буронок здесь находится. Но нет, пацаны, у меня машина в 100 раз дороже, поэтому я не согласен на это. Так, пацаны. Алина, Алина кидает за 3 тысячи, забираем. Отлично. Поехали, 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 Алина. Все, друзья, кидаем ей за 10 миллионов рублей. Если я не ошибаюсь, именно так. Все, забрала за 10 миллионов рублей. Кстати, друзья, в прошлой серии я очень сильно хотел поехать к нашему дедушке, но почему-то забыл. Вы многие написали мне об этом в комментариях. Спасибо, что напомнили. И в этой серии я думаю, что я сдержу все-таки свое слово. Как раз таки уже на новой машине поедем. Заодно посмотрим, как она рулится, ездится. И посмотрим, как наш поживает старик. Мне очень интересно. Потому что мне, если честно, страшно. Я очень давно его не навещал. И если с ним произошло что-то не так, то я, получается, опоздаю. Но я надеюсь, что все хорошо. У него хороший автомобиль. И все с ним будет и дальше хорошо. Поэтому, пацаны, поехали, посмотрим. Так, вот это наше поле. Друзья, узнаете? Сейчас мы подъедем. Я надеюсь, что он хотя бы дома находится, а не катается где-нибудь. Так, ну я пока никого не вижу. А, вот, вот, вот он, вот он, его машина. Все на своем месте. Я очень рад. Так, давай, Формео, не застревай. Здрасте, дед Афанасий. Здравствуй, сынок. Как вы поживаете? Давно не виделись. Да все хорошо. Вот недавно сдал партию урожая. Денег заработал. Вот продуктов купил. Вкусный обед буду готовить. Все благодаря тебе и твоей помощи. Гляди, скоро машину новую возьму. Да вы что? Я вас поздравляю. Я очень рад, что у вас так все хорошо проходит. Спасибо тебе большое. Хочу у вас патриот. Большой, просторный. Все как мне надо. Апельо как бегает, не ломается, не подводит. Отличная машина. Сказка просто. А это что у тебя за диковина? Это новый Альфа Ромео. О, была у моего брата когда-то Альфа Ромео. Вот не помню, как называлось. На Ламборгини Мюрию похоже очень. Зато все девочки в нашем селе были его. А у меня был Иж Планета 4 и магнитофон. Но слушайте, это тоже такой наборчик неплохой был на то время. Ему как-то по жизни повезло. Но грех на это жаловаться. Я-то когда на кладбище прихожу, вижу как он мне улыбается. Хех. Че? Это вообще нормально? А он типа на небесах, имейте ввиду? Фотография на надгробе с улыбочкой. А, понял. Что за... Я уж подумал. Помощи мне никакой от тебя больше не надо. Я и сам хорошо справляюсь. Я вот скоро на рыбалочку пойду. Вот это я понимаю, конечно. Это уж совсем другое дело. Не хочешь мне компанию составить? Слушайте, вы же пойдете рано утром, я так понимаю. Потому что сейчас уже как бы поздно. Да я сейчас занят. Наловим рыб, ухи сделаем и покушаем. Не, завтра с утра пораньше. Хорошо, давайте так. Я продам машину и попозже потом к вам подъеду. И мы еще поговорим. У меня просто еще рабочий день не закончен. Я эту машину продам. И как я вам сказал, подойду и мы договоримся об этом. Договор. Не буду задерживать. Ну все, я тогда поехал. Поэтому пока не прощаемся. Ага, давай. Друзья, напишите в комментариях, стоит ли мне идти на рыбалку с дедом Афанасием. Я думаю, что почему бы и нет. Вот было бы вам это интересно посмотреть. Ладно, давайте вы напишите, я прочитаю и мы посмотрим. А пока я поеду, продам эту Альфа Ромео. Вот сейчас вот я поеду на средний класс. Я вот сто лет там не был. Хотя нет, мы там же крузак недавно продавали. Но с крузаком, как вы помните, было немножечко тяжко. Я там заработал на нем все ничего. Но зато гемора столько было, что боже мой. Но считайте, что Альфа Ромео машина достаточно редкая. Только редкая, еще и с обвесом совсем. Поэтому я верю в то, что она уйдет намного быстрее. Так, друзья, заезжаем. Надо ее продать как можно подороже. Ну и логично, чем дороже я ее продам, тем больше заработаю. Поэтому ставим 3 миллиона 300 тысяч. И заезжаем, потому что люди вообще за нее не шарят. Она очень редкая. Плюс у нас обвес, тонировка. Ну машина вообще шикарная. Пацаны, вот это аппарат. Вот за это вообще не стыдно. Кто ржет. Всего 116 километров пробега. О чем? Вот ты видишь стоимость. 3 300, небольшой торг. Показываем всем ПТС. Хотя только один человек спросил из всех. А есть гидра? Покажи гидры. Гидры нет. Только диски, тонировка и винил. Имба! Ты перепук, это неинтересно. ПТС. Ну за 600к кидай. Тебя послал нахуй или нет? И ты за 600к можешь пойти себе взять какую-то рухлядь, чел. Чего он ржет постоянно? Это как-то странно. Ну ладно, 601 тысяча. По-моему не послал. Иди нахуй. Какие 600 тысяч, чел? Не смеши, у нее госстоимость 4 ляма. Край. 3 300, край 3. Ну гос 4кк, я дам еще тебе пинка. Ну 670к даю. А сколько она едет? Не знаю, ну больше 200. Там я не замерял. Тонир менять надо такой. Хочешь, меняй. Хочешь, не меняй. Мне вообще похуй. Это эксклюзив? Нет, это не эксклюзив. Это просто очень-очень редкая машина. Край 3 миллиона. 2? 3 край. Че люди тупят? Что с людьми происходит? Что на Нобель? Что за Нобель, что на это? Жесть. Люди покупают машину новую. В тонировке, в виниле, с дисками. Хотят 2 миллиона, когда у нее госстоимость 4. С каких пор это такой трэш? Что с людьми не так в этом сервере? Ты за 2.8 купил чую? Пацаны, это невыносимо. Пацаны, это невыносимо. Уезжаем отсюда. Это трэш, пацаны. Ни один, ни один человек не предложил мне норм... Дайте пройти. Жесть, пацаны. Какое лицо сфоткать? Ни один человек ни одного нормального предложения не сделал. Какие 1 миллион рублей? Какие 2 миллиона рублей? Они что, сдурили? Все сейчас за мной бегут. Отстаньте от меня. Отстаньте от меня. Пацаны, оставляем эту Альфа Ромео на следующую серию. Это трэш. Я не могу эту машину продать. Я тут уже час, наверное, остаю. Но это же трэш. Короче, пацаны, с вами был Стэн Лютер. В следующей серии продадим Альфа Ромео. Я думаю, что у нас уже 43 миллиона рублей. Продадим Альфа Ромео. У нас будет где-то 45-46 миллионов рублей. Поэтому, друзья, всем спасибо за просмотр. Друзья, с вами был Стэн Лютер. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok